Началось мероприятие «С песен о России». Прошло 25 лет с того дня, когда был принят главный документ нашей страны. Мы в городском собрании, мы все сверяем с положениями нашей Конституции. Потому что это основной закон, потому что он позволяет нам вырабатывать правила жизни нашего государства. Главное в нашей стране – это человек. Главное – права человека. Главное – гражданин. Ну и, соответственно, мы с вами, как сейчас правильно сказал Виктор Петрович, каждый на своем месте, выполняя те возложенные на нас должностные обязанности, является своеобразным гарантом исполнения конституционных правил, прописанных для каждого из нас. В этом году учреждена и медаль «25 лет избирательной системе Российской Федерации». Ее обладателем в Сочи стала Ирина Горбатек, член территориальной избирательной комиссии Центрального района. Для меня это была неожиданность, что оценили мою работу в комиссиях. Значит, было, конечно, приятно. Я уже 25 лет в избирательной системе, меня направила партия. Благодарность главы администрации Краснодарского края получила сегодня председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачева. Четыре председателя территориальных избирательных комиссий были отмечены знаками признания почет сочинцев и за вклад в общественную и политическую жизнь города Сочи. Другим сотрудникам избирательных комиссий вручили почетные грамоты главы города. И в этот же день прошло еще одно важное событие. Полноправными гражданами России стало девять юных сочинцев, уже отличившихся в спорте и творчестве. Каждый из них получил паспорт гражданина Российской Федерации. Среди них ученик школы номер 12 Григорий Голубев. Он активно занимается спортом в спортшколе номер один. Не раз завоевывал призовые места в городских соревнованиях по легкой атлетике, велоспорту, палеотлону, акватлону. Призер краевых соревнований по триатлону, обладатель золотого значка ГТУ. Не зря я представлял свой город на краевых соревнованиях и на всероссийских. Я считаю, что я в нужном направлении и буду стараться дальше. Школьники, получив важный для них документ, теперь могут в летнее время устраиваться на работу на неполный рабочий день. Одним словом, торжественное получение паспорта стало для них действительно путевкой во взрослую жизнь. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.